Дело труба в подвале дома на Восточной прорвала водовод, но аварию уже несколько дней никто не устраняет. Все потому, что сеть транзитная. И энергетики, и коммунальщики умывают руки. Найти хозяина участка и управу на него отправился в городской дозор. Во время опрессовок в подвале дала течь транзитная труба с горячей водой. И все это время дом заливало кипятком. Жильцы, которые день места себе не находят, в подвале у них кладовые. Когда хлынула вода, люди бросились спасать запасы. Только за первый день из овощной ямы выкачали 25 ведер. Ну а потом прекратили, потому что там не перекрыто было, и это был мартышкин труд, грубо говоря. Воду выносить перестали. Смогли перекрыть на третий, по-моему, день или на четвертый. Полностью воду не перекрыли. Вода перестала течь только сегодня утром. Однако избавиться от последствий наводнения жители не могут до сих пор. Не случайно у многих окна нараспашку. Конечно, душно, влажность высокая. Но пока вот только вот это дискомфортно. Вчера вообще пар валил. Было страшно. Но еще страшнее состояние поврежденной трубы. Дом построили в 1965-м. И коммуникации с той поры не меняли. Там уже не сети, а труха. Вот сегодня, например, необходимо поставить, заменить кусочек трубы. Но когда начнется переход на отопление, то есть на подачу, то труба рванет вся, полностью. Но попросить энергетиков заменить трубу Светлана Федоровна боится. Мол, обидятся и даже заплатки ставить не будут. Ведь этот участок вообще поставляет ресурс в соседний дом. Однако теплоснабжающая компания, куда мы обратились, сразу признала трассу своей. Более того, ремонт запланирован. Нынче энергетикам в три раза по сравнению с прошлым годом увеличили финансирование на модернизацию сетей. Соответственно, техническая политика компании сейчас однозначно. Мы не ставим заплат. Мы меняем участок трубы. Как говорят технические специалисты, от хорошего до хорошего. То есть, таким образом, мы избегаем последствий, когда ветхая труба не выдерживает даже после ремонта. Как нам сообщили в теплоснабжающей компании, на место уже выехала аварийная бригада. Но энергетики сразу предупредили, что за имущество жителей в подвале ответственности они не несут. Жители, оборудуя кладовки возле труб, знали, на какой риск они идут. Юрий Шумков, Алексей Богданов, Городской дозор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова